Виталий Станиславович. Сегодняшнее мероприятие будет посвящено конференции по проведению различных онлайн мероприятий в Zoom. Также, если я успею, я в презентацию добавил с помощью каких других сервисов можно проводить свои мероприятия, так как я акцентирую внимание всегда на бесплатных сервисах, с помощью которых можно проводить свои занятия. Здесь очень много различных приложений, дополнений и средств интеграции. Если за все это платить, конечно, это будет уходить значительная часть вашего бюджета. И так как наше сегодняшнее мероприятие проходит в режиме реального времени, то напишите основные пожелания, на что бы вы хотели. Основные пожелания, на что мне акцентировать внимание при проведении сегодняшнего мероприятия. Так как возможности Zoom действительно очень большие, вы можете проводить индивидуальные занятия, можете проводить групповые занятия, веб-конференции и так далее. Поэтому я всегда провожу свои занятия для слушателей, для людей, и если у вас есть какие-то основные вопросы, с которыми вы пришли, то, пожалуйста, сразу задавайте. Я буду во время нашего мероприятия на них отвечать. И постарался сегодняшнее выступление подготовить таким образом, чтобы любой и новичок, кто не использовал Zoom, могли сразу приступить и использовать. Так, вижу, поступают основные занятия, то есть как организовывать групповые занятия, веб. Здорово. Хорошо. А те, и мне бы еще хотелось узнать, много ли людей не использовало еще ни разу Zoom и сегодня как бы хотят только познакомиться. То есть поставьте минусик, если не использовали, да, и плюсик, и написать, какой ваш опыт использования Zoom. Ну, я смотрю приблизительно 50 на 50, да, здесь распределяется. Хорошо, начинаем тогда сначала. То есть здесь первую ссылочку я для вас расположил, потом посмотрите, какие сервисы для онлайн-трансляции существуют и их преимущества и недостатки. Так как наше сегодняшнее мероприятие посвящено Zoom, то это один из самых простых сервисов для запуска трансляции. То есть вы скачиваете приложение и буквально в один клик запускаете мероприятие. То есть если на других сервисах надо сначала там где-то зарегистрироваться, здесь вы сразу можете организовать бесплатную конференцию. Но минусом является то, что бесплатная конференция, трансляция осуществляется на 40 минут. Это время неограничено, если вы проводите какое-то индивидуальное занятие, там можно уже дольше проводить индивидуальное занятие. Но если у вас участников до 100 человек, то это время будет ограничено 40 минутами. Второе преимущество Zoom это то, что вы можете легко интегрировать на свой веб-ресурс. Если у кого-то есть свои веб-ресурсы, поделитесь, скиньте ссылочку. Я посмотрю на какой платформе вы это создаете и вполне возможно после или в конце вебинара покажу, какими средствами можно интегрировать на свой проект. Вот, к примеру, я запустил проект для молодых преподавателей и там мы можем встречаться сразу на веб-сайте и с помощью интеграции, с помощью плагина Zoom сразу запускать мероприятие на веб-сайте. Здесь я показал, как это делается. То есть это сразу появляется в контекстном меню сайта и вы запускаете мероприятие. Но это почему я полюбил этот сервис. А теперь к самому началу. То есть для того, чтобы воспользоваться Zoom, запустить, вы заходите на официальный сайт и нажимаете бесплатная регистрация. Следующее, что у вас появляется, это возможность запланировать новую конференцию. И здесь основным преимуществом является то, что вы можете эту конференцию интегрировать сразу в свое расписание и расписание своих обучаемых. Я по пунктам для вас сохранил те основные ключевые моменты, которые необходимо нажимать. Потому что первое впечатление и всегда, когда вы знакомитесь со сложным продуктом, это то, что много-много разных кнопочек, что куда нажимать, это не всегда понятно. На самом деле нужно сделать 5 простых шагов и ваша первая конференция будет уже запущена. То есть вот эти все основные настройки, которые вы делаете непосредственно в веб-версии, мы еще сегодня рассмотрим. Пока запоминаем то, что вы зашли на сайт Zoom, нажали запланировать новую конференцию, придумали название этой конференции, указали время, указали время этой конференции, часовой пояс. Будьте внимательны, чтобы здесь был указан ваш часовой пояс и можно уже запускать. Здесь у каждой конференции, вот я обвел, четвертым пунктом формируется уникальный ID, который вы можете передавать участникам. И они, когда запускают первый раз свою программку, у них высвечивается подключиться к конференции, как раз этот номер необходимо внести. То, что я говорил, вот он, удобным преимуществом является добавление в календарь. Вы нажимаете добавление в календарь, открывается ваш Google календарь. Скажите, скажите, кто-нибудь пользуется календарем Google или встроенным календарем в свой телефон? То есть, или вы используете, да, да, то есть, если вы используете Google календарь, то конференция автоматически добавляется в ваш календарь после разрешения соответствующих настройок. Так, и следующий удобный пункт интеграции, это то, что вы можете добавлять свою конференцию на свой созданный веб-сайт или страницу. Как некоторые спрашивают, Moodle? Да, действительно можно Moodle. Если вы организуете свои занятия, к примеру, в Microsoft Teams, там тоже есть средства интеграции. Я пока показываю, как добавить на сайт, который создан на платформе WordPress, одним нажатием, то есть, установка плагина Zoom Meetings и добавление новой конференции позволяет добавить эту конференцию сразу на ваш сайт. И у вас создается для ваших обучаемых персональная страница, где они будут заходить, и вы все встречаетесь на этой странице. То есть, для тех участников, у которых есть Zoom, они могут непосредственно через саму программу или через веб-интерфейс заходить. Но намного удобнее то, что у вас есть собственный интернет-ресурс, и вы ведете там свои занятия, публикуете свои видеоуроки, публикуете задания, тестовые задания и так далее. А Zoom позволяет вам легко интегрировать, и как раз уже ваша конференция попадает в одно место. Потому что, когда у преподавателя множество сервисов, инструментов, слушатели могут запутаться, а где же нам встречаться и так далее. Ну, в общем, запускать свое мероприятие довольно легко и просто. Я еще чуть позже по пунктам покажу, как происходит запуск. Сейчас мы перейдем к тому, в чем отличие бесплатной и платной версии. То есть, вы все можете попробовать бесплатный сервис. И, как я уже говорил, вы будете организовывать столько мероприятий до 100 участников и ограничены по времени в 40 минут. Здесь тоже ничего страшного нет. Поэтому, если у вас нужно провести там, к примеру, пару, то можно после одной бесплатной конференции в 40 минут, буквально за 30-40 секунд, создать новую конференцию и запустить повторную бесплатную конференцию. Но, если вы хотите использовать дополнительные преимущества, для меня таким явилось то, что можно запускать прямые трансляции буквально одним нажатием. То есть, на своих курсах, как проводить дистанционные занятия, я рассказываю, как настроить систему потокового вещания и интегрировать это вещание на YouTube или любую другую социальную сеть. И этот процесс довольно сложен. Если вы приобретаете платную версию Zoom, то там автоматически появляется кнопка, с помощью которой можно запустить эту прямую трансляцию. Сегодня, я думаю, мы еще попробуем организовать встречу в Zoom. То есть, я запущу демонстрацию экрана. Мы попробуем встретиться по той ссылочке. И я запущу трансляцию буквально одним нажатием на YouTube или Facebook. Теперь, пока продолжаем по основным настройкам Zoom. То, что вы можете использовать. Здесь я показал, как приобрести этот продукт. То есть, вы выбираете тарифный план. Делаете для того, чтобы попробовать. Вот сначала на месяц. Вполне возможно. То есть, вам он не подойдет. Поэтому, зачем платить на много вперед. Уже потом вы сможете сэкономить. И когда вы сделали успешную оплату, то для вас будут доступны дополнительные преимущества. Так как я пользуюсь уже платной версией, мы сразу будем рассматривать все преимущества. Зумы, настройки Zoom, которые вы можете делать через сайт. То есть, для меня это было сначала удивлением. Так как все продукты, которыми мы пользуемся и устанавливаем на компьютер, основные настройки делаются на доступной версии этого продукта. Чтобы сделать настройки Zoom, необходимо войти в браузер, на главную страницу Zoom. И уже под своим логином и паролем вы делаете настройки всей программы. И это действительно намного удобнее, если вы являетесь администратором. Или у вас есть какой-то небольшой учебный центр. И вам необходимо сделать настройки Zoom для своих преподавателей. То есть, вашим преподавателям не нужно будет думать о том, как сделать эти настройки. Вы сами для них будете создавать. Но это то, что я делаю. И надеюсь, у вас получится тоже самостоятельно делать эти настройки. Так, здесь открыта вкладочка с доступными дополнениями. Итак, переходим к основным настройкам. То есть, когда у вас запускаются основные настройки Zoom, слева показано, слева отображается, вот, вы выбираете настройки. И проставляете галочками то, что необходимо использовать. Большинство нужных функций, такие, как, к примеру, чтобы был зал ожидания, наши ожидания в наших комнатах, они уже доступны по умолчанию. Я, давайте сегодня акцентирую внимание, какие настройки делаю я в Zoom. Итак, требовать установки кода для планирования новых конференций. То есть, вполне необходимая вещь для того, чтобы слушатели или ваши могли подключаться по коду доступа. Чтобы сторонние ученики или те, кто не оплатил ваше мероприятие, не могли войти на данные, на одну конференцию. Следующие настройки связаны с тем, как вы будете появляться в эфире. То есть, запускать видео организатора. Мы потом рассмотрим, что эта конференция может начинаться автоматически в заданное время. Я стараюсь отключить данную опцию. Ну, так как вдруг я еще не успел одеть рубашку, а уже конференция начнется. И вы окажетесь в прямом эфире у миллионов слушателей. Или все зависит от вашей аудитории. Поэтому видео участников. Здесь вы сами принимаете решение, насколько активно ваши слушатели. Необходимо ли вам видеть их реакцию. Эта опция ставится по умолчанию. То есть, каждый слушатель может отключить. То есть, он присоединится к конференции без видео, но сможет потом включить это видео. Или наоборот. Вы его подключаете с видео, и он потом сможет отключить. То есть, это не однозначно такая настройка. А именно первоначально. То есть, с какими настройками ваши слушатели входят на конференцию. Дальше, вот я рекомендую поставить галочку «Отключать звук участников после входа». Потому что, когда у вас много участников, то начинается такое квакание со всех сторон. Много участников, все что-то говорят. То есть, желательно отключить эту опцию. И вы, когда будете проводить конференцию, уже можете попросить какого-то участника конкретно включить микрофон. Или самостоятельно отключить этот микрофон у данного участника. Если он что-то не то говорит, мешает вам проводить мероприятие. Так, переходим дальше к настройкам. Это вот обратная связь с Zoom. То, что появляется после проведения какого-то мероприятия. Слушатели могут оценить ваш вебинар или прямой эфир. Добавлять сорганизаторов. То есть, если вы проводите с кем-то, то можно сразу установить эту опцию. И те, кого вы пригласили в качестве сорганизаторов, могут приглашать других сорганизаторов. То есть, очень удобно, когда вы проводите конференцию, нужно передавать микрофон от одного к другому спикеру. Но здесь такая опция не очень приятна. Что если вы передали какому-то участнику права, то вполне возможно, что вам потребуется потом попросить его передать вам права обратно. То есть, либо вы устанавливаете, что с равными правами каждый выступает, либо вы по очереди меняетесь этими преимуществами. Так, следующее. Показывайте панель инструментов управления конференцией. Я проставляю эту галочку, потому что, когда по умолчанию она не стоит, то она автоматически скрывается. У вас доступен как бы полный экран, чистый. Но чтобы найти эти кнопочки, нужно подвести мышку к краю экрана. И эта панель автоматически будет выплывать. Что не очень удобно, когда несколько мониторов, я переключаюсь на второй монитор и, соответственно, эта панелька мгновенно пропадает. Дальше. Кто может осуществлять трансляцию? То есть, если у вас мероприятие было организовано по ссылке, вы уверены в своих слушателях, то, конечно, ставьте вот это все участники. И тогда во время самого мероприятия у вас будет меньше хлопот, участники сами будут переключаться. Но если какое-то большое мероприятие, у вас там собирается тысячи слушателей, то, конечно, такую опцию желательно отключить по умолчанию. Иначе вы не поймете, что происходит. Все будут брать на себя роль. Кто-то что-то говорит. И получится неуправляемый хаос. Комментарий. То есть, комментарий можно оставлять. Пусть люди делятся своими мнениями. Здесь ничего страшного. Доска сообщений тоже пусть остается по умолчанию. И дистанционное управление. Дистанционное управление это тоже очень полезная функция, когда вы проводите какое-то небольшое мероприятие, связанное с дистанционной помощью. И вам необходимо обучить ваших служителей использовать какой-то продукт, систему. Или как я провожу занятия по программированию. Здесь дистанционное управление просто необходимо. То есть, раньше для этих целей необходимо было использовать различные дополнительные сервисы. Remote Desktop. То есть, сервис удаленной поддержки. А тут ребята в Zoom молодцы интегрировали эту опцию. И, соответственно, можно тому обучаемому, который делает демонстрацию экрана, быстренько подсказать, подвести мышку, нажать на необходимую опцию. И мероприятие пойдет дальше эффективно и увлекательно. Так, невербальная обратная связь. Ну, здесь по вашему желанию вы можете получать информацию о том, как удовлетворены ваши слушатели, нравится им или нет. То есть, они будут оставлять свои лайки или дизлайки в режиме реального времени. То есть, это аналогичная опция реакции во время встреч. И вот здесь опция разрешать удаленным участникам повторное подключение. Конечно, лучше отключить. То есть, это если какой-то хулиган находится и мешает вам проводить занятия, вы его отправляете в банк, он вам больше не мешает. А если эта опция будет включена, то этот хулиган подключится к вам на мероприятие повторно. Дальше. Разрешать участникам переименовывать себя. Конечно, пусть они называют как хотят. А иногда бывает, что подключение происходит автоматически. И их имейл подхватывает какие-то непонятные символы. И на большом мероприятии, то есть, я сразу прошу ребят сделать так, чтобы отображались их имена и фамилии. Потому что ники, которые они придумывают, запомнить невозможно. И тогда они самостоятельно смогут переименовать себя. И вы увидите их имена. Так, поступают небольшие вопросы. Тогда, может быть, если Татьяна с нами, то давайте, Татьяна, переносите вопросы во вкладочку «Вопросы». И я буду тогда, если эти вопросы по теме, отвечать. И если я некоторые вопросы пропускаю, то это значит, я еще расскажу, еще на сегодняшнем мероприятии расскажу, то есть, как спрашивают. А как менять, если уже настройки? Zoom уже не спрашивает их. То есть, вы должны все подготовить предварительно. И эти настройки, эти делаются именно перед началом мероприятия. Поэтому будьте внимательны, как вы запланируете, так вы и проведете свое мероприятие. Поэтому я с этих настроек именно и начинал. То, что прежде чем начать какое-то мероприятие, необходимо сделать эти настройки и быть к ним внимательным. Так как основные мероприятия проходят с настройками по умолчанию, и в самом Zoom, чтобы не отвлекаться во время мероприятия, то есть, вынесены основные настройки, связанные с управлением звука, веб-камерой и демонстрацией экрана. Остальные, вот эти все настройки, которые, они спрятаны непосредственно в веб-версии, под вашим профилем на веб-сайте. Да, вы всегда меняете настройки перед каждым мероприятием. Давайте я тогда дальше перехожу уже на расширенные настройки. Вот был вопрос, связанный с тем, как создавать и сессионные залы. Ну, просто спросили немножко по-другому, да. И это как раз то, когда вы хотите проводить мероприятия, и потом выдавать какие-то индивидуальные занятия, занятия в группах. То есть, вот на что я делаю самый акцент в своих занятиях, это то, чтобы ребята научились взаимодействовать друг с другом. Для этого им нужно предоставить возможность сначала научиться работать в парах. То есть, вы предоставляете возможность, разделяете своих обучаемых, к примеру, по парам. По условиям вы можете, по условиям использования Zoom вы можете создавать до 50 комнат, по 100 участников каждого. Но у меня таких мероприятий не было, чтобы там было 5000 человек. А вот где уже несколько сотен человек, то там очень удобно можно разделить на небольшие группы, дать персональное задание. И эти команды формируют какой-то продукт, создают какой-то проект, и они работают в сессионных залах. То есть, они общаются друг с другом, у них есть возможность делиться экраном. То есть, все как будто они являются организаторами конференцами, а после того, когда сессионный зал закончен, то... Угу. Да. Вижу, уже Ксения Александровна немножко помогает мне и отвечает на те вопросы. Спасибо. Поэтому, если кто-то владеет информацией, да, на те основные вопросы, которые сейчас задают, то я буду благодарен, если вы будете отвечать и помогать. Дальше. По удаленной поддержке. Я вам уже говорил, что это преимущество, которое я считаю не... Очень, очень сильным преимуществом в Zoom, то, что вы можете осуществлять удаленную поддержку. Поэтому я всегда ставлю галочку, галочку. Субтитры по требованию. Что касается субтитров, да, это здесь отдельный такой инструмент, который тоже заслуживает уважения. Когда вы проводите какое-то мероприятие, да, очень классно, если то, что вы говорите, сопровождается субтитрами. Это можно сделать каким образом? Вы заранее продумываете свое выступление, пишите текст своего выступления и загружаете этот текст выступления непосредственно в субтитры. И там прописываете, в какую минуту, в какую секунду будет какой текст. И, соответственно, когда вы выступаете, этот текст подсвечивается. Но так как я... Основная сфера моих научных интересов это создание интеллектуальных программ. И данную опцию, то есть, вполне, уже можно использовать, я тестировал, подключением сторонних сервисов, которые распознают ваш голос. И если у вас хорошая поставленная дикция, то практически 95% слов, которые вы говорите, они распознаются и обратно подгружаются в субтитры. И участники, которые вас слушают, уже могут видеть текст, который вы говорите. Если им нужно выключить звук, они продолжают видеть тот текст, который вы им произносите. То есть, это классная функция. Я чуть позже покажу, как я подключаюсь к другим мероприятиям на других иностранных языках, включая автоматический перевод. И мне сразу вот эти субтитры автоматически переводятся на русский язык. То есть, очень классная, полезная функция. Так, что там еще? Последнюю опцию не скачал. А, да, то есть, субтитры по трехвню, это я сказал, сохранить субтитры. Да, то есть, разрешаем участникам. Переходим к следующим настройкам управления удаленной камерой. Лучше отключить, вдруг кто-то включит вашу камеру, вы не хотите это групповое HD-видео. Но здесь, если ресурсы системы не позволяют, то есть, может происходить небольшое подтормаживание. То есть, оно будет и так, видео в хорошем качестве. А если настройки сети вашей системы позволяют, оно будет передавать в HD. Но если вы поставите, у вас тогда оно будет всегда стараться передавать именно HD и забирать ресурсы у других сервисов и программ, которые могут оказаться полезными. Так, изображение виртуального фона. Пробовали менять виртуальный фон? Те, кто использовал. То есть, классная штука, когда у вас есть какой-то фон. Очень работает, если вы поставите какой-то зеленый экран, любого монохромного цвета экран. Этот цвет он будет менять на то изображение, которое вы установите. Поэтому сейчас вы сможете проводить без разницы, либо мероприятие, как будто вы сидите на море, или где-то в горах. Этот виртуальный фон за вами будет всегда меняться. Так, переходим дальше. Переходим дальше. Вот. И та важная опция, которая есть в платной версии, это разрешить трансляцию конференции. В сегодняшнюю презентацию я добавил, как можно транслировать свои конференции абсолютно бесплатно, если у вас этой опции нет. Там нужно будет сделать небольшие настройки в... небольшие настройки в OBS студии и их прописать в сервисе YouTube, и тогда трансляция будет запускаться. А здесь все гениально просто. Вы устанавливаете эту опцию, указываете, какие сервисы будете транслировать, и вуаля, трансляция запускается. То есть, ну где-то сейчас я уже планировал вам показать демонстрацию экрана, да, и показать, как легко и быстро запускается, запускается конференция и трансляция в любые социальные сервисы. Итак, здесь я просто расскажу до конца, какие есть настройки. Так, при наличии облачных записей, удобно. Чем отличаются облачные записи от тех записей, которые на компьютере? Сохраняя на компьютер, эта информация будет доступна только на том компьютере, который вы сохранили. Но я всем преподавателям рекомендую использовать облачные сервисы. Здесь нет ничего такого сверхъестественного. Облако это всего лишь сервер, на котором, простой компьютер, на котором сохраняется информация. А программа облачного хранилища позволяет взаимодействовать между удаленным компьютером и вашим, и автоматически копировать файл. Просто если что-то происходит с вашим компьютером, вы его потеряли, утопили, вас его украли и так далее, вся информация сохранится на облаке, и вы заходите под своим аккаунтом, и все ваши записи будут сохранены на облаке. Ограничено это может быть только местом хранилища, хранилища. Если вам предоставляется 15 гигабайт бесплатно на Google диске, или там на Яндекс диске, около 10 гигабайт, то, конечно, хранить файл в формате MP4 у вас будет проблематично, если вы их записали уже больше тысячи, то они, конечно, не поместятся. И вам придется приобретать дополнительно облачное хранилище. Так, дальше, какие настройки еще есть. Конференция раньше организатора, я здесь проставляю калочку, пусть входят, пусть общаются, мало ли вы задержитесь, а там кто-то из активных слушателей сможет взять на себя управление, что-то рассказать, чем-то поделиться. И вообще, любое образование должно быть построено на том, чтобы вы разрешали людям взаимодействовать друг с другом, а не запрещали. Так, и если отменяется конференция, зарегистрированные участники будут опозвещены при добавлении организаторов совещания альтернативного совещания, тоже происходит уведомление. Итак, значит, мы переходим в настройки, по конференции, вот по этой вкладочке, я только что пробежался по всем этим настройкам, вот так вниз, а теперь переходим к настройкам записи, да, то, что я только что сказал, локальная запись разрешить, да, участникам записывать в локальный файл, то есть, вы по-любому ставите эту галочку, у вас файл сохранится и на вашем компьютере, да, и если потом вы захотите его синхронизировать с облаком, то это будет происходить автоматическая синхронизация, просто если соединение не позволяет, тогда, тогда, как бы, может случиться сбой, и на удаленный компьютер, на облачный сервис, эта запись не, не успеет передаться, а на вашем компьютере она будет сохранена, вот, и, соответственно, вы потом можете в ручном режиме это синхронизировать, ну, хотя это все делается автоматически через сервис облачного хранилища, у меня никогда никаких сбоев не происходило в зуму, все очень классно сохраняется и на облако, и на локальный компьютер, а то, что будет записывать в облако, да, то есть, вы проставляете те пункты, которые хотите, да, чтобы записывалось активное окно, записывалось видео, записывать окно докладчика, окно галереи, то есть, то, что происходит, все эти активности можно будет записывать, поэтому эти настроечки выбирайте, как пожелайте, здесь я еще сделал то, что, вот, приобретая платную версию, да, то есть, добавление пользователя, это те пользователи, которые могут, могут проводить конференции, через ваш аккаунт, то есть, вот, нас сегодня собралось очень много участников, и если для кого-то это большая стоимость, то вполне возможно, можно будет объединить усилия, и скинуться на приобретение платной версии, тогда вы сможете до 10 участников, использовать одну приобретенную лицензию Zoom, и пользоваться, к примеру, и каждый использует ее со своими обучениями, но если вы купили, вот, первоначальную версию, там можно даже преподавателям сделать расписание, и каждый будет проводить через свое, здесь по поводу Zoom Rooms, то есть, я для вас скинул ссылочку, здесь будет подробное описание, как работать с комнатами Zoom, то есть, это то, как вы будете распределять своих участников, ну, в принципе, основные настройки сделали, да, то есть, здесь я расположил вообще, зачем необходимо Zoom Rooms, то есть, пользователи будут находиться в одном зале, да, а также работать удаленно, то есть, на обучающем сервисе Zoom, то есть, по вот этой вот ссылочке, презентация вам будет доступна, вы посмотрите внимательно, все там четко рассказывают, как распределять этих пользователей, но для того, чтобы можно было это сделать, сделать на самом мероприятии, необходимо сделать первоначальные настройки, где это сделать, там почему-то не акцентируют, там все показывают, как их использовать во время мероприятия, вот здесь вы заходите в Zoom Rooms, придумываете имя виртуальной комнаты, и добавляете, то есть, вы можете создать до 10 виртуальных комнат, на первоначальном приобретенном тарифном плане, да, после того, когда вы создаете комнату, можно ее добавить в календарь, то есть, для чего это делается, то есть, я когда провожу свои курсы, там, и для каждого курса, я создаю отдельный календарь мероприятий, и если у вас, допустим, одна комната, это и будет для одних участников, которые, допустим, в рамках вашего курса, разрабатывают один проект, это будет один календарь, и вы вносите, как раз, эту комнату, уже непосредственно, в этот календарь, данного курса, или данного проекта, то есть, выбираете свой аккаунт, да, после того, предоставляете разрешение, то есть, это следующая кнопочка, которая нужно нажать, разрешение, все, и вы выбираете, то есть, служба календаря, видите, а у каждой службы календаря, есть множество различных календарей, то есть, как я говорю, что у меня для каждого курса, создается отдельный календарь, ну, естественно, чтобы не могли подключаться, кто-то, кто не из этой комнаты, можно установить код блокировки, добавляете этот код, и передается своим слушателям, все, после того, когда уже эта комната, добавлено в ваш календарь, все, вы можете добавить службу календарей, по поводу записи, то есть, смотрите, очень плавно мы подходим к тому, где будут храниться, то есть, вы, когда устанавливаете программку, то есть, вы устанавливаете ее в папку по умолчанию, то есть, обратите внимание, когда вы устанавливаете, там будут доступны, доступны, именно полный путь к этой папке, и в эту папку, тогда будет, в этой же папке будут находиться записи, но по умолчанию, еще он сохраняет эту папку по умолчанию с видео, и я сейчас как раз показываю, как использовать те видео, которые вы будете использовать на своих мероприятиях, здесь цифровых табло, вы добавляете различные ресурсы, вот как мы сейчас добавляем презентации, или можно было бы добавить видео, вы можете добавлять, вот здесь, под вашими настройками, уже будут в режиме администратора, доступны те файлы, которые вы добавляете для цифровых табло, вот здесь я как раз добавил по поводу субтитров, то есть насколько это удобный сервис, когда вы смотрите какое-то мероприятие в зуме, и это спикер, он как раз зума показывает, как использовать, и он рассказывает на английском языке, видите, то есть бегут субтитры, и мы понимаем, о чем он говорит, то есть он прописал, на какой секунде, что будет рассказывать, но мое ощущение, что это автоматический сервис, который распознавал его голос, потому что все было очень четенько, что он говорит, очень быстро не по бумажке, а все слова совпадали, значит это автоматически, сервис распознавал, подкачивал субтитры, что вы потом можете сделать, вернуться на свой браузер, у вас всегда доступен вот этот вот флажочек, если язык сайта не совпадает с вашим, сделать автоматический перевод, и уже тот спикер, который вам что-то рассказывает, уже будет идти автоматический перевод на русский язык, то есть очень удобно, очень эффектно, как бы классно, и вы те конференции, которые проводите в зуме, если вы подготовите их на русском языке, рассказываете про что-то такое, что будет интересно людям, в других участках земного шара, то есть они автоматически смогут подключаться и читать то, что вы рассказываете на русском языке, но они будут читать на своем родном языке, то есть поэтому расширяйте границы, то есть работаете на весь мир, а не только на ту аудиторию, которая будет у вас. Дальше, здесь я вам расположил ссылочку, ресурсу Zoom для обучения, то есть они предоставляют массу возможностей, то есть обучающие видео, учебные сеансы, то есть можете подписаться на рассылку Zoom, здесь масса полезных обучающих материалов, и все, открыли и смотрите, то есть сегодняшнее наше мероприятие посвящено тому, чтобы изучить основные возможности, так здесь я про устройство Zoom хотел вам рассказать, но так как устройство Zoom, которое создано специально, это как раньше сервисы IP-телефонии, так и также сервисы Zoom, которые можно использовать на различных устройствах, используются редко, можно пропустить, поэтому сразу переходим к тому, как запланировать конференцию, вот, то есть я рассказал, что вот есть основные настройки, а теперь переходим непосредственно к созданию конференции, то есть вы заходите на конференцию, и что лучше делать, если вы проводите мероприятие, которое повторяется, к примеру, каждую неделю, чтобы вам каждый раз перед началом мероприятия не создавать отдельную ссылку, новую ссылку, ее слушателям искать, лучше создать конференцию, вот я, к примеру, для своих обучаемых, есть у меня уникальный код, это группа обучаемых, создаю, создаю, потом третьим пунктом указываю время, четвертым пунктом не забывайте указать часовой поезд, так как для каждого слушателя, который живет в другом часовом поезде, ему система построит это время автоматически, потом указываете то, что ваша конференция будет повторяющейся, то есть ставите вот эту вот галочку и ставите как часто, часто она будет повторяться, то есть обычно повторяется занятие каждой недели, поэтому здесь проставляете еженедельно, повторять каждые, и вот у меня возникает такой вопрос, они поставили максимум 20 мероприятий, что очень странно, если в учебном году 49, у нас больше, да, 40 недель, ну это видимо на семестр, то есть на любой семестр вам всегда хватит на полгода этих, и дальше указываете день недели, да, вот он, и вот тот минимум, который, да, хотя бы 20 событий, то есть если у вас закончится оно раньше, вы просто удаляете конференцию, ее не будет, значит то, что уже спрашивали, да, как организовывать зал ожидания, то есть вполне возможно вы запускали, а у вас зала не было, почему, потому что не было вот соответствующей этой опции, чтобы был там зал ожидания, дальше, как видео я говорил, организатор, я стараюсь, чтобы меня не видели, пока я еще бегаю без смокинга, да, но зато я люблю посмотреть, как бегают другие без смокинга, поэтому я включаю видео участников по умолчанию, да, дальше, чтобы ваши слушатели могли подключаться из компьютера, из телефона, проставляем оба варианта, выключаем параметры, когда входить раньше организатора, позже организатора, так, ну что, здесь, вот, следующее, когда возникает то, что вы спланировали конференцию, а теперь добавляете эту конференцию, в Google календарь, седьмой пункт, указываете, седьмой пункт, я еще расскажу подробнее, потом у вас, восьмым пунктом высвечивается, идентификатор конференции, вы его можете передать, но лучше передавайте сразу ссылку, да, вот он, девятая, это invite link, то есть, этот идентификатор конференции, прописывается в конец этой ссылочки, автоматически, видите, эти цифры совпадают, но зато, уже кликнув на эту ссылку, пользователя, сразу откроется нужный мероприятие, ему не придется вставлять, да, и чтобы, посмотрите, не выделять этой мышкой, как вы привыкли, потом нажимать правую клавишу, копировать, а потом вставить, вы просто нажимаете, копировать это приглашение, и вот эта ссылочка, да, автоматически копируется, в буфер обмена, а при нажатии на десятый, на десятый пункт, вы ее передаете, ну и все, после того, когда она скопирована, нажимаете, начать конференцию, конференция запущена, когда у вас запускается конференция, окно выглядит, соответственно, таким вот образом, вот, и то, что я говорил, после того, когда вы нажмете на Google календарь, вот, вы, автоматически высвечивается ваш Google календарь, посмотрите, как классно, время поставлено, периодичность, периодичность, тоже здесь проставляется, да, вот, я люблю указать еще цвет календаря, чтобы не путать, что это за мероприятие, там, зелененькое, красненькое, синенькое, ставите, как вам удобно, так, кто-то, правило, просит меня к 50 слайду, вернуться, смотрите, то есть, это настройки конференции, то есть, вот, когда вы нажимаете, запланировать конференцию, то есть, в настройках Zoom, выбираете, конференция, видите, это, на главной странице, после того, когда вы вошли, под своим футбуктом, я говорю, чтобы каждый раз, не создавать конференцию, вы ее нажимаете, запланировать, и запланировать конференцию, у вас высвечиваются вот эти все пункты, которые доступны, вот он, и 50 слайд, это то, что доступно после нажатия на запланировать конференцию, так, участники, молодцы, что задаете вопросы, потому что, ну, в настройках Zoom, уже после того, когда вы запустили, да, конференцию, вы этого не найдете, это все нужно сделать предварительно перед запуском, поэтому будьте внимательны перед запуском конференции, а когда вы запускаете конференцию, ваш экран выглядит вот так, как на 52 слайде, да, то есть здесь вы можете, либо войти в конференцию, либо начать демонстрацию участников, либо пригласить других участников, так, ну, что, возвращаемся к тому, что после того, когда вы запустили конференцию, то есть я сделал уже, что у меня запись конференции идет автоматически, то есть мне не приходится нажимать вот эту кнопку, да, то есть можно сразу вот организовать демонстрацию экрана и показывать, но я перехожу к какому пункту, к тому пункту, который вот здесь доступен, по вкладочке еще запустить прямую трансляцию, да, и вы запускаете прямую трансляцию, после того, когда вы запустили прямую трансляцию, вот здесь я для примера показываю, что мы будем транслировать в Facebook, и я выбираю не на главную страницу, а именно на страницу, которой я управляю, ведь иногда, когда я провожу занятия по математике, то это не будет интересно тем слушателям, которым я провожу мероприятие, как используется. Вау, у меня тут соседи начинают мешать проводить мероприятие, ну что ж, друзья, я надеюсь, будет слышать меня хорошо, поэтому после того, когда мы добавляем трансляцию на нашу страницу или группу в Facebook, нажимаем кнопочку далее, происходит подготовка предварительного просмотра, обычно там 10-15 секунд, вуаля, и все готово, вы можете выходить в эфир, сейчас мы с вами все это попробуем сделать, и в режиме реального времени происходит трансляция, аналогичным образом здесь я показываю, если вы хотите использовать YouTube, YouTube аккаунт подтверждает, подтверждаем, что это наш аккаунт, происходит 10-15 секунд, настройки конфиденциальности, и вуаля, вы транслируете в YouTube. Ну что, давайте попробуем сделать, да, как вы готовы попробовать, давайте я попробую сделать сейчас демонстрацию экрана, включу Zoom, запущу трансляцию, и вы все увидите, что это делается, ну, не знаю, сколько секунд, ставьте секундомер, то есть обычно все это делается, начать трансляция, так, вы мне, пожалуйста, сообщите, как виден мой экран, старт зум, на что? Так, я вроде бы запустил трансляцию, говорят, что виден, но я со второго компьютера еще не наблюдаю, что виден мой экран, угу, угу, и так, я запускаю новую конференцию, потому что сейчас те участники, у которых установлена конференция, видите, у меня пошла автоматическая запись, вот если у нас, угу, так, плюсик, я почему-то не вижу, а, все видно, классно, я вижу со второго экрана, и так, вот видите, основной, основной экран зума, то есть вы скачали, установили приложение зума, вот, что вам доступно, если я разверну на весь экран, видите, у меня уже запись идет, я могу ее приостановить, запустить, поддержкой, и то, что я могу пригласить всех наших участников, то есть я нажимаю на входочку участника, нажимаю кнопочку пригласить, копировать приглашение, копировать приглашение, и давайте в наш чат я вставляю наше приглашение, то есть да, вам придется поделиться с вашими участниками, копировать приглашение, ссылочка скопирована в буфер обмена, и делюсь с вами ссылочкой, попробуйте войти по этой ссылочке на конференцию, здесь закроет экран, участники, посмотрите, требует ли он нам код, пригласить, и пароль конференции, присоединяем, еще раз, и пароль, 955, 700, раз, два, три, смотрим, есть, а уже у нас, ага, да, все участники подключаются к конференции, да, я принимаю, то есть все здорово, а, а сейчас звук будет, так, вот я говорил, чтобы участники были без звука, пожалуйста, я вам отключаю сейчас звук по умолчанию, да, то есть все, что говорил, я как бы взял, и не сделал, да, то есть я сразу запустил конференцию, для того, чтобы вам показать, как осуществляется трансляция экрана, видите, мы нажимаем здесь трансляция на YouTube, так, высвечивается разрешение, высвечивается разрешение, выключите, пожалуйста, не слышно, я говорю, что она говорит, выключайте звук при включении, всем выключить звук, да, так еще хорошо тогда я сейчас чтобы не было вот этого фонового звука фонового звука я вам показываю просто что как запустить трансляцию да и вполне возможно что вам покажу как запланировать конференцию чтоб таких не было вот здесь у нас высвечивается транслировать транслировать в youtube и видели то есть прежде чем нажать ту большую кнопочку там высвечивалась не я я выбираю несколько каналов но вот канал посвящен математике информатике программирования так происходит некоторое мгновение как я говорил 10 15 секунд так почему ты еще до сих пор отображается не я попробую активировать кнопочка идет вот происходит подготовка прямой трансляция сейчас из соседнего компьютера запущу свой youtube чтобы видеть youtube делаем мать и ну что там угод 10 15 секунд так все на моем канале уже это есть то что сейчас прямом эфире я вам скидываю ссылочку на свой канал и чуть позже покажу как это да да все мы в эфире трансляция началась пока участников нету но он сейчас смотрит один посмотрите ссылочку на мой канал 1 2 3 у нас и перейти на я сейчас конкретно на то что сейчас находится в прямом эфире вот ссылку на прямой пике мгновенно запустил да все здорово пошли участники 8 человек уже на ютубе то есть очень классно что можно вот так делать трансляцию на youtube когда вы приобрели этот дом сразу увидите пусть тогда будет экран мой а я тогда продолжу непосредственно по своей презентации да и сейчас все участники которые подписаны на мой канал как там сейчас любят говорить подписывайтесь на мой канал то есть и вы будете у меня слышно хорошо идет демонстрация моего экрана да я возвращаясь непосредственно непосредственно возвращаясь на презентацию и рассказываю дальше то есть ну класс все запустили конференцию организовали трансляцию эти трансляции как бы я рекомендую сразу интегрировать на свой сайт если друзья у кого-то сайта нету то как бы я буду рад последить на своем курсе я расскажу вообще как преподавателя создать свой свой собственный веб-ресурс свой интернет сайт интернет страницу и с помощью этого веб-сайта проводить свои эффективные занятия создавать различные интерактивные элементы и так далее так я сейчас так как транслирую экран экран поэтому смотрю на свой экран который у меня расположен при клинике поэтому немножечко так буду в сторону отведены мои глаза и я вам показываю что вам необходимо сделать вот после того когда вы уже запустили запустили свой зум да здесь показаны какие настройки могут быть то есть многие удивлялись сегодня задавали вопрос а как сделать это а как где где эта вкладочка потому что вполне возможно вы не заходили в веб-интерфейс а вот это настройки обычный интерфейс обычной программы зум которая доступна по умолчанию они практически те же самыми просто что здесь их намного меньше то есть вы можете установить то чтобы запускался зум при загрузки я это обычно не делал потому что но любой запуск программы тратят ресурсы вашей системы когда нужно вы его включите его запустите свое мероприятие здесь автоматически копировать url просто подоставляете эти настройки дальше демонстрация экрана до подограть масштаб транслированного под окно зум то есть это лучше установить и установить отключить звук системных уведомлений чтобы не его злой вас никакие эти основные моменты ну что все вот он ваш первоначально окошко которые вы у вас запускается при при запуске я сделал небольшую ошибочку когда запустил до новую конференцию хотя всем советую начинайте с того что вы планируете конференцию тогда по планированию конференции вы укажете что там звук ваших участников будет отключен так далее на это можно можно сразу запускать демонстрацию она но это не принципиально запустив какую-то конференцию вы имеете возможность начать демонстрацию потом какие плагины существуют для веб-сайтов для того чтобы интеграция происходила там к примеру какой-то трансляции не только на youtube где можно только смотреть а на ваш сайт где пользователи будут входить под своим логином и паролем и сразу принимать участие в конференции ну в принципе то что я хотел рассказать я рассказал остальных презентации я добавил другие сервисы для онлайн-трансляции это skype как создавать конференции skype как делиться ссылочкой под демонстрировать экран то есть можно просто в зоне запускать трансляции вот то что говорил если у вас бесплатная версия зума и вы хотите транслировать свои уроки в режиме реального времени то для вас есть оба и суде как и установить я тоже добавил для вас для вас и это вот все посмотрите поэтому то что я хотел он вам рассказал поэтому там татьяна должна подключается у нас давайте мы лучшим делим а сейчас на ответа на ответ на на вопросы когда мероприятие подходит уже к концу задавайте те вопросы вообще спрашивайте все ради чего вы с ними пришли ну так мы получили ответы смотрите у нас кто-то кого я разрешил ли тебе да это вера до вера валерьевна может там что-нибудь рассказать да да тогда видите то что я запустил сразу трансляцию без разных звуков так выключая звук все тогда так видите свернуть конференции не могу так как записывается да да так что я могу свою видеть всех наших учеников кто-то еще подключался так что выстреливаться так все участники включается пришли с микрофонами это фонового звука не было бы если бы мы проводили сегодняшний мероприятие мероприятие мерополис а так как каждый слушатель слушать мое выступление в я отключаю тогда зону дальше все это слышно выключить тогда завершает завершая нет не завершающая конференция я еще с вами тогда все нажимаю кнопочку завершить конференцию завершить конференцию для всех основные моменты я показал по зуму так что если есть у вас какие-то пожелания то спрашивайте не стесняйтесь да так все у меня происходит смотрите так как вы видите что происходит конвертирование нашей записи потом у слушателя был вопрос сегодня где сохраняется ваше видео уроки смотрите когда у вас открыто основное основное окно вашего зума вот здесь есть кнопочка с настройками выбираете эти настройки переходите на вкладочку запись запись сейчас я вам покажу вот переходите на вкладочку запись и здесь у вас будет место сохранения вашего ваших записи то есть я проставил сразу чтобы мне на диск one drive облачный сервис я его приобрел платный а и сохраняем тысячу гигабайт да в рамках тарифного плана там за 300 рублей в месяц это очень классно так что вы целый терабайт можете сохранять я раньше не знал где хранить такое количество записанных видео уроков и когда я пробовал интегрировать это в университете мне сразу говорили нет мы не сможем хранить такое количество записей да но потом проходит время зум предоставляет возможность хранить в области микрософт предоставляет такие большие объемы хранения данных не видно то что я показывал так ну что многие уже пользуются начинает наверно так ага Татьяна Викторовна давайте тогда я перехожу на вкладку вопросы потому что чат очень для меня получился давайте тогда чтобы сейчас не заполняйте первые просто вопросы пишите а благодарность уже просто в конце поэтому пока вопросы чтобы этот сайт не чат не перегрутился чтобы я ответил на каждый вопрос будет ли предоставлена запись так как Татьяна Викторовна вам расскажет после нашего занятия обычно директ академии всегда предоставляют в открытом доступе я сам сторонник того чтобы все мероприятия которые проходят в бесплатном режиме в бесплатном режиме были бесплатны да конечно я не откажусь ни от какой благодарности если вы захотите там приобрести сертификат то это конечно оно будет как бы большое большое спасибо для меня так как вы скажете это спасибо да и все участники которые приобретают сертификаты да я стараюсь приглашать на свои мероприятия уже отдельно вот и так будет ли запись дальше что у нас предоставлена запись это мы прочитали вопрос так запись прошедшая конференция ответил или еще не могут лежать в папке документы папка называется зум это мне помогли правильно так я не понял меня слышно слышно меня да да то есть смотрите по умолчанию быстрое нажатие есть на youtube и facebook но вы имеете возможность транслировать свои мероприятия в любой сервис то есть принцип потокового вещания заключается в том что вам предоставляется ключ вещания и естественно тот пароль с помощью которого вы осуществляете и в любом другом сервисе вы можете получить этот ключ вещания и ввести пароль и тогда все что происходит в зуме все эти пиксели которые отображаются у вас на экране будут транслироваться в любой другой сервис потокового вещания да хоть на всероссийское телевидение хоть куда угодно и так продолжаем дальше какие там вопросы тут чат показывает что презентация конференции после слайда вы перешли на слайд 50 так так раз слайд 50 я сразу рассказал вернулся где это будет почему я вам выделял цифрками да то есть то что вот он видите как раз у нас презентация показана с ключом вещания то есть если вы осуществляете с помощью ОБС студии то есть вы берете вот этот ключ потока вставляете он скрыт потому что если кто-то увидит соответственно вашем канале может и когда запускаете прямую трансляцию на ютубе или другому сервису то вы вставляете этот ключ вещания видите скопируйте ключ трансляции в статье его настройках видеокода то есть можно запускать это вещание 10.11 то есть да чтобы запустить трансляцию бесплатно с помощью к примеру ОБС студии или другого стримера то нужно сделать намного больше пунктов здесь я в презентацию вам добавлю я показал как это добавляется ну и потом то есть вы еще будьте внимательны что когда запишите свои видео уроки да то нужно их удобно группировать систематизировать и для этого я показываю своим слушателям как работать с плейлистами на ютубе да чтобы потом ваши слушатели могли найти записанные видео уроки и так далее так спрашивает про платный вариант да там я вам сегодня показывал возможности которые есть и в платной и в бесплатной версии в платной версии относится трансляция экрана в сервисе потокового вещания да то есть чтобы вы могли это ваше мероприятие проводить не только в зуме а интегрировать в любое другое место так общие вопросы которые появились у нас там так спасибо 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 я так не вижу еще какие вопросы продублируйте мне еще если я на какие то вопросы не ответил да давайте тогда вам пришли какие-нибудь свои ссылочки да ну вот такой сервис то есть что говорит то есть каждый год я уже не в течение нескольких лет я провожу свой курс по для дистанционных преподавателей как стать успешным дистанционным преподавателем но ответ очень просто то есть нужно проводить свои занятия эффективно не акцентировать внимание на те технические инструменты которые есть а настраивать компьютер таким образом чтобы он работал за вас чтобы вы в режиме реального времени могли акцентировать внимание своим слушателям да то как многие как многие возмущаются что типа ну вот раньше у нас была Мария Ивановна а сейчас она сидит в планшете и делает какие-то настройки не уделяет нам внимания поэтому проводите свои занятия настолько эффективно чтобы все настройки которые вы делаете были сделаны перед началом мероприятия а на самом занятии вы могли уделять время своим слушателям то есть подготовленные задания они сгруппированы да то есть нужно делать таким образом чтобы те ресурсы которые вы используете или создаёте да автоматически включали в заданное время прямую трансляцию автоматически включали созданный тест и так далее да поэтому если есть какие-то у вас пожелания по сегодняшнему мероприятию то задавайте задавайте я буду рад ответить и если есть какие-то пожелания о тех сервисах которые ну хотите услышать чтобы я рассказал я не знаю к сожалению частью не так часто выступаю потому что я не люблю как бы навязываться я выступаю только тогда когда очень уж необходимо и поэтому если у вас есть какая-то боя связанная с созданием каких-то ресурсов то вполне я перед запуском своего курса могу еще выйти в эфир и рассказать о тех проблемах которые с которыми вам не удается справиться ну это может быть связано что вы создаете какие-то там сервисы в вашем обучаемом сложно или к примеру как вы тратите очень много времени на выполнение каких-то рутинных операций то есть и если вам приходится тратить очень много времени то всегда эта работа можно будет переложить на компьютер то есть о том как проходит мой курс я сейчас вам скину ссылочку сможете посмотреть вот на степке я расположил материалы и видеоролики своего курса да и курс будет стартовать только в феврале поэтому для нетерпеливых пожалуйста пишите в директ академию спрашивайте то что необходимо я еще расскажу да то есть свое я акцент делаю прежде всего на том что у преподавателя должен быть собственный веб-сайт на котором он с легкостью сможет располагать любые учебные материалы потому что допустим если университетским преподавателям предоставляют муту то это система для управления обучением и не очень удобны многие материалы именно публиковать нужно публиковать быстро то есть не заходить там в пункт меню а именно вот вот нашли какой-то материал и я хочу этой группе и вы берете и нажимаете кнопку отправить он сразу попадает на ваш сайт ваш сайт по ключевым словам автоматически подкачивает в нужные группы обучаемых и им попадает сразу материал через доступные мессенджеры с помощью которых сейчас они так любят общаться и это все делать не сложно то есть вот я могу вам прислать ссылку на свой канал в Яндекс Дзене там я публикую о том как преподавателя создавать свои видео уроки и публиковать ну на самом деле вы сейчас уже можете просто ввести интересное занятие а система автоматически запишет это видео а публикует и разместит для ваших обучаемых в сети так что я возьму популярный становится мессенджер могу вас пригласить в Telegram посвященный это моя группа где я планирую ввести и дублировать точнее то что я веду у себя на фейсбуке фейсбуком или поделиться нет ну давайте я вам тогда оставлю свои контакты презентация вам останется на этой презентации еще будет как организовать трансляцию вот мои контакты e-mail пожалуйста так очень много то есть я вообще сейчас разрабатываю интеллектуальный помощник дистанционного преподавателя это единая платформа которая будет иметь все те сервисы про которые я рассказываю на своем курсе чтобы преподавателю не приходилось включать там множество инструментов там сначала skype потом zoom потом Telegram и так далее то есть все это можно объединить в единую платформу приходить на занятия система будет все включать автоматически вы будете проводить занятия а все остальное там запись в видео уроках и публикации и так далее она будет делать в автоматическом режиме то есть я хочу сделать так чтобы по ключевым словам срабатывали основные команды как вы видите наши дети общаются там окей google или слушай алиса да и все команды выполняются то есть аналогичным образом будет работать этот интеллектуальный помощник но это я думаю представлю как раз в рамках своего курса в феврале б студия то есть как проводить занятия как запускать виртуальные доски то есть это какие виртуальные доски сейчас популярны да что вставлять не только видео но интерактивные различные элементы как математики используют ну в принципе то что я хотел рассказать это все если Татьяна Викторовна с нами может выходить в эфир завершать мероприятие если уже нет я тогда с вами прощаюсь все вопросы ответил вот еще вопросы появляются зимой все время обновить это платный вариант ну все здесь уже пошли вопрос технического характера связанность с сертификатами Татьяна Викторовна вам ответит я тогда с вами прощаюсь до скорых главный смотрите с вами субтитры и